Здравствуйте, уважаемые телезрители! Термин «социальное предпринимательство» — это относительно новый термин для российского законодательства. И для того, чтобы разобраться, что же это такое и почему такая форма работы выгодна и бизнесу, и государству, мы пригласили в студию начальника управления потребительского рынка и предпринимательства Артемовского городского округа Елену Давлячину, также заместителя директора Центра инноваций социальной сферы Приморского края Центра «Мой бизнес» Анну Волкову и социального предпринимателя Дарью Проживину. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнём с АЗОВ, так скажем. Анна, расскажите, пожалуйста, что такое социальное предпринимательство? Здравствуйте! Социальное предпринимательство — это, в первую очередь, предпринимательская деятельность, которая направлена на решение социальных проблем общества по различным направлениям. Этот термин у нас закреплён законодательно в 209-м федеральном законе о развитии малого и среднего предпринимательства. То есть это не благотворительность, это всё-таки предпринимательство, то есть, соответственно, получение прибыли, но оказываемое определённым группам лиц? Это обязательно предпринимательская деятельность, то есть прибыль должна быть, должен идти объём доходов, но от направлений, которые связаны с решением различных проблем общества. Какие есть категории и в чём особенность каждой из них? — Существует всего четыре категории социального предпринимательства. Первая категория — это трудоустройство социально уязвимых категорий граждан. Их на данный момент девять, то есть это пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, социально незащищённые малоимущие граждане, беженцы, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет и так далее. Также это одинокие многодетные родители. Здесь важно, чтобы у предпринимателя от общего количества сотрудников в штате было не менее 50% социально уязвимых категорий граждан. И фонд оплаты труда на таких сотрудников составлял не менее 25% фонда от общей численности заработной платы. — Вот здесь в данном случае не играет особой роли, какие именно услуги они будут оказывать? Здесь абсолютно не важно, какие услуги предприниматель будет оказывать, но важно, чтобы не было реализации подоксизных товаров. Кроме этого, существует особая категория. Мы называем категорию 1.1. Это когда социальный предприниматель сам является инвалидом. В этом случае у него не должно быть в штате наемных сотрудников. То есть он также предоставляет свой пакет документов и становится социальным предпринимателем вне зависимости от условия ведения года деятельности. То есть он может зарегистрировать ИП и сразу стать социальным предприятием. Вторая категория социального предпринимательства, она такая у нас наиболее редкая. То есть это реализация товаров и услуг, произведенных социально увеземыми гражданами. Здесь важно соответствовать также критериям. Не менее 50% от общего объема доходов должно идти от реализации таких товаров. И также не менее 50% чистой прибыли, полученной в предыдущем календарном году, должно быть направлено на осуществление социальной деятельности в текущем. Если у предпринимателя, допустим, есть магазин, и он хочет продавать товары, которые произвели одинокие мамочки или пожилые люди, то есть там разный товар, вязаные игрушки, допустим, то он может заключить с ними договор ГПХ на основе этого договора, то есть реализовывать продукцию и направлять свою чистую прибыль на деятельность своей социальной организации. То есть они у них не в штате, как в случае с первой категорией? Они не в штате, но продукцию реализуют? Они выкупают, они у них выкупают на определенных условиях и реализуют. То есть это вторая категория. Третья категория социального предпринимательства – это предоставление услуг, либо товаров для социально уязвимых категорий граждан. Здесь также существуют определенные критерии. Основные – это не менее 50% от общего объема доходов должно идти от социальной деятельности организации. И не менее 50% чистой прибыли, полученной в предыдущем календарном году, также должно идти на осуществление социальной деятельности в текущем. Что это означает? Допустим, предприниматель производит протезы, ортезы для инвалидов. Именно производит или он может реализовывать их? Именно производит. То есть производит и реализовывает, допустим. То есть здесь уже, конечно, это третья категория социального предпринимательства. Такие у нас предприятия есть. Кроме этого, это могут быть и услуги, допустим, пансионат для пожилых людей, престарелых. Ну, разные примеры существуют. Но, опять же, должны все соответствовать критериям. Четвертая категория социального предпринимательства, она такая у нас наиболее распространенная. Это деятельность, направленная на решение проблем общества социальных. То есть здесь также и культурно-просветительская деятельность, и работа с детьми у нас идет. Также есть еще общие условия, которым должны соответствовать предприниматели. Ну, все четыре категории. Все четыре категории. Это, в первую очередь, должна быть регистрация в качестве ИП, либо ООО. И предприниматель должен находиться в едином реестре налоговой. Что это означает? Это означает, что предприниматель своевременно платит все налоги, подает декларации. Ну, то есть он добросовестный предприниматель. Кроме этого, должна быть регистрация на территории Приморского края обязательно. И важным условием еще является для всех предпринимателей, кроме категории 1.1, это ИП должно, или ООО, должно существовать с момента регистрации не менее одного календарного года. Чтобы можно было оценить объем работы, увидеть доходы, чтобы предприниматель на основе своих результатов мог получить статус социального предприятия. Давайте тогда поговорим, что именно для предпринимателей дает этот статус. То есть какие получает он выгоды, приобретая и осуществляя, собственно говоря, такую деятельность и приобретая вот этот вот статус. Сейчас в первую очередь социальное предпринимательство для наших предприятий в Приморском крае – это имидж, это бренд. То есть сейчас у нас существует сообщество социальных предпринимателей, ассоциация социальных предпринимателей Приморского края, бизнес от сердца, в которую все наши предприниматели могут вступить, общаться, то есть поддерживать связь. Также у нас услуги по продвижению бренда для социальных предпринимателей существуют. То есть предприниматель может бесплатно воспользоваться услугой по разработке или продвижению своего бренда. Кроме этого, существует пониженная налоговая ставка для ИП и ООО, для социальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения, упрощенная система УСН-доходы, снижая свою налоговую базу с 6% до 1%. Также существуют гранты на развитие своего бизнеса до 500 тысяч рублей. Здесь важным условием является также наличие статуса социального предприятия и сертификата прохождения обучения нашей акселерационной программы Центра инноваций социальной сферы. А конкретно акселерационная программа направлена на то, чтобы с первой точки вступления в эту программу предприниматель мог разработать свой бизнес-проект, куда в дальнейшем он будет расходовать средства гранта. То есть там учат и планированию, и социальному предпринимательству, и также помогают с составлением дальнейшей заявки на грант. То есть это программа длительная, то есть она длится, как правило, примерно месяц. Любой предприниматель может у нас бесплатно получить консультацию в Центре мой бизнес. Нужно только позвонить по телефону горячей линии. Телефон горячей линии Центра 8 800 555 09 33. Также для предпринимателей еще существует имущественная поддержка. Это тоже немаловажно. Именно для социальных предпринимателей? Такая поддержка, да. То есть, допустим, предприниматель может получить в пользование, как и краевое имущество, безвозмездную аренду сроком до 30 лет. Достаточно обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений с таким запросом при наличии статуса социального предприятия. И если имущество будет, то предприниматель может без торгов получить его в пользование. Скажите, пожалуйста, давайте мы пообсудим, как у нас обстоят дела в нашем Артемовском городском округе с социальными предпринимателями. Елена, скажите, сколько у нас сейчас социальных предприятий? Как активно у нас вступают предприниматели? На сегодняшний день у нас в реестре представлены 24 предпринимателя социальных, которые работают во всех шерах практически, по всем категориям, которые указала Анна. Это и уход за детьми, и дошкольное воспитание, и в сфере здравоохранения, и в бытовые услуги, это пошив одежды, ремонт обуви, медицинская помощь. У нас есть инвалид, который занимается ремонтом обуви, мы его в том году включили в реестр, помогали ему оформить документы. На территории города работает программа развития малого и среднего предпринимательства, в которой предусмотрена финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с коммунальными услугами. То есть это аренда, это свет, это тепло. Поддержка эта молодая, мы ее включили в нашу программу в 2022 году. Ей воспользовались уже 7 у нас предпринимателей. 4 было в 2022 году и 3 в 2023. Всего на эту поддержку выделено 1,2 млн. рублей. Кроме этого, у нас действуют другие финансовые поддержки на приобретение оборудований. На эту поддержку у нас в этом году предусмотрено 2 млн. рублей. В связи с тем, если у нас будет увеличиваться количество наших предпринимателей, мы, конечно, будем увеличивать, попробуем увеличить сумму наших поддержек и по приобретению оборудования и для социальных предпринимателей. Ну, мы ведем активную работу с нашими предпринимателями. Мы с ними встречаемся, мы выезжаем на предприятия, где сосредоточены наши потенциальные предприниматели. Организуем встречи здесь у нас на территории Артемовской, ну, нашей администрации совместно с Центром мой бизнес. Мы плотно очень работаем. Мы в конце прошлого года прям сразу у нас включены были 6 предпринимателей, которые получили статус социального предпринимателя. Это было очень хорошо. В этом году мы хотели бы разместить баннеры с нашими фотографиями наших предпринимателей на территории нашего города, чтобы видели все, какие у нас хорошие предприниматели работают. Расскажите, как давно вы получили статус? Поделитесь своим опытом, сколько вообще вы ведете этот бизнес и почему вдруг вы решили попробовать себя в качестве именно социального предпринимателя? Ну, знаете, история на самом деле очень интересная. Бизнес я веду уже четвертый год. Знала про мой бизнес, знала про все программы поддержки, но не решалась, потому что думала очень сложно, трудно, не хотела этой волокитой заниматься. Ну, знаю, как это может быть, но под конец года мне позвонили с администрации Артемовского города, нашего города, и сказали, что вы знаете, есть такая программа, мы хотим вас включить, и мы были бы рады, что вы были бы в наших рядах. Я сначала думала, не пойду, не хочу, и думаю, ладно, схожу, послушаю, что мне там вообще расскажут. Сходила, приятно была удивлена, что оказывается все очень просто, было все это в конце года. И у меня в клубе были новогодние утренники, мне было очень неудобно всем этим заниматься, мне нужно было собрать документы, и все. Мне сказали, что мне помогут, что мне соберут документы, что документы будут чуть ли не доставлены, вот они прямо и были доставлены в Владивосток из Артема. И все, собственно, Новый год прошел, мне звонят в январе месяц и говорят, что все, вы получили статус, и проблем никаких с этим нет. Поэтому, ну вот, с января, ну, с десятого или там какого-то, то есть буквально первые дни начала года я уже была включена в этот реестр. Вы уже с этого года, вот с января, можете претендовать на пониженную ставку налоговую? Ну, дело в том, что у меня немножко другой налоговый режим, поэтому, то есть у меня есть свои тонкости в моем бизнесе, поэтому я пока новичок в этом всем деле, поэтому девушки мне помогают. И, конечно, я, ну, с ними сейчас на такой волне именно консультационной, то есть я сейчас получаю очень много информации от них, звоню, приезжаю иногда, и как бы мы вот именно общаемся. То есть я пока только встаю вот в этот вот путь и знакомлюсь со всеми мерами, которые мне могут быть предоставлены. Ну, конечно, я хочу получить грант, это, наверное, моя прямо сейчас уже цель, потому что, да, я в связи с тем, что я получила вот этот статус, я понимаю, что я хочу немножко масштабировать свой бизнес и из детского направления перейти еще в более новое для себя направление. Хочу открыть детскую фотостудию, семейную, и, конечно, на эти средства я хотела бы, ну, вот, стартовать именно, да. То есть вот эти, если средства я получу, конечно, очень хотелось бы это сделать, пройду обучение и буду, ну, вот, именно масштабироваться вот уже в рамках вот этого вот предприятия, социального предпринимателя. Ну, Танна, расскажите тогда подробнее, сколько процедура УТИДО занимает времени, чтобы, если у каких-то еще предпринимателей есть сомнения, стоит ли попробовать себя, вот, чтобы понимали, что это все не так сложно. На самом деле это все не так сложно, самое главное соответствовать всем критериям. В остальном специалисты центра Мобизнеса, администрации, мы всегда рады помочь, даже с заполнением и подготовкой документов. У нас также существует специальная консультация, на которую можно подключаться и онлайн, и приезжать к нам лично. То есть специалисты также подключаются и прямо за ручку заполняют. У нас осуществляется индивидуальное сопровождение таким образом. Ну, в первую очередь, первая комиссия в году у нас проходит традиционно в мае-июне. Первое обновление реестра налогового у нас происходит 10 июля. То есть после 10 июля мы проводим комиссии по присвоению статуса ежемесячно. Предприниматель готовит пакет документов, подает к нам его либо в бумажном виде по адресу Тигровая 7, либо направляет онлайн через региональный портал Госуслуг. Также у нас ведется прием в онлайне. После подачи документов еще раз дополнительно проверяется все. Затем комплект документов готовится к комиссии. Происходит межведомственная комиссия, на которой, как правило, присутствует министр экономического развития Приморского края, также представители различных министерств. После чего выносится решение о признании социальным предпринимателем, либо об отказе. Формируется протокол. Данные передаются налоговую. Специалистами министерства экономического развития. И дальше, после 10 числа, даже 10 числа каждого месяца, реестр обновляется, и наших социальных предпринимателей становится больше. То есть процедура обработки заявления должна занимать не более 30 дней. Для предпринимателей выгода есть определенная. Если он, в принципе, связал свою деятельность с развитием, с образованием детей, он об этом всегда занимался, получал от этого прибыль. И тут он зарегистрировался и в качестве еще и социального предпринимателя, и получает дополнительную поддержку. А зачем это государству? В первую очередь, государство тоже заинтересовано в увеличении количества социальных предпринимателей, поскольку предприниматели по различным отраслям часто закрывают потребность государственную в увеличении количества детских садов, скажем так, увеличение количества предприятий, которые бы оказывали услуги социально-бытового характера для социально-увяземных категорий граждан. Также помогают закрывать проблемы, связанные с трудоустройством, что тоже немаловажно. Социальные предприниматели наши, Артемовские, или те, кто желают вступить в статус социального предпринимателя, могут получить какую-то помощь, поддержку по различным направлениям? Конечно. Информационная поддержка. В прошлом году создали бизнес-канал. У нас, правда, там небольшое количество подписчиков, 116, но все равно мы просим, чтобы нас поддержали. Мы выкладываем туда и размещаем всю информацию, которая приходит к нам, свою информацию, и информацию Приморского края обязательно, и центра бизнеса, и, в общем, потихонечку наши предприниматели подписываются на этот канал. И подключаются к активной деятельности, да? Да. В преддверии праздника такого красивого 8 марта мы хотели поздравить всех женщин, наших предпринимателей, пожелать им здоровья, любви, благополучия, успехов в бизнесе, чтобы у вас все получалось, чтобы семейного тепла вам, весеннего настроения. Ну и, естественно, мы хотели бы поздравить наших гостей с праздником. Ну вот, молодцы, люди, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за помощь и поддержку праздника. На такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу передачу, присоединяемся к поздравлениям, также поздравляем всех представителей с прекрасного пола с предстоящим праздником. Всего доброго, берегите себя, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова